Напарадодни Наконец-то мы приехали с Кривого Рога в Суму. Сегодня я решила познакомить Кришу со своими крестниками. Я посмотрю, как он будет себя вести с детьми. Так, аккуратно, аккуратно. Господи, спасите, пожалуйста. Я рад, что сегодня не Семера. Я решил покорить ее. Сегодня будем снимать клип для тебя. У меня просто не было слов, потому что Леша исполнил одну из моих главных целей. Приготовалась. Музыка. Знакомься. Вы кушать хотите? Я хочу целую молоковку. Есть. Арчи, будешь в бутербурге? Я не люблю такое мясо. Давай я тебя сделаю с колбаской. То есть носик. То есть квочка. Но это перебор. Саша недавно, да, только расстался? Как вы считаете, это достаточный период для того, чтобы строить новые отношения? Ну, ему еще тяжело. Он на тебя дивится, а свет увидит. Я тебе хочу сказать. Вот так думаешь. Вот так думаю. Не, а зачем так говорить? Я свет увидел, мне охота что-то… Мовчить. Учему выпуску. Мы пришли повеселиться, а веселее не удалось. Все пошло как-то не так. Яшина проект для того, чтобы завестись семьей. Ему, ***, этот проект, ***, не нужен. Обидно, что приходят мужики, которые ***, не идут осознанно сюда. А вообще непонятно, кого ***, не идут сюда. Если бы к этому не готовы, ***, сидите дома, ***, пейте пиво и чешите свои животы. Что такое? Причина твоих слез. Я бы не позволил ей себя вести так с моим сыном. Все дальше, и дальше ты бы еще прижимаешься. Ты не заметила, нет? Я не заметила, все. Все, она легла. Ну, вид тебя, конечно, да. На долгих ногах. Просто-напросто. День финала, он самый важный. Кажется, что у меня все внутри переворачивается. Я очень долго думал, что я ей хочу сказать. От этого зависит и моя судьба, и судьба моего ребенка. Привет. Привет. Смотря на Марину, я видел, как она улыбается так и чего-то ждет. Я нагадую вам наше правило. Если вы тут сейчас, в этой зале знаходитесь, то вы согласились на все, что будет тут происходить. Что-то такое было, что возбуждало во мне желание продолжать дальше. Сегодня будет вот модный показ. Лешу пригласили, он будет стилистом, он будет делать прически. Я пришла с приятными ожиданиями. Это был мой первый показ. Мне было интересно увидеть все вживую. Можно? Нужно. Маэстро в работе. Заходи. Ух ты. Я очень захотел, чтобы на этом показе присутствовала Юля. Потому что я хотел как-то показать себя в работе, чтобы она как-то посмотрела на мое творчество. Ты часто на показах работаешь? Раньше много. Все конкурсы красоты очень часто, которые проходят. На конкурсах тоже, да, часто? Да, конкурсы красоты, звезды все. А какая тут концепция всего показа? Ну, видишь, какие у нас платья нарядные. Нам надо как-то что-то сделать, чтобы это было не повседневно, а что-то было похоже на вечернее. Видно, что ты увлечен работой. Мне понравилось, как он работает с моделями своими. Я понимаю, что эта работа нелегкая на самом деле. Он целыми днями на ногах. Я вижу, что человек своей стихии. Ему это нравится. Это очень здорово. Как обычно подплетит. Стремяночка нужна. Хорошая шутка, я запомнил. Я как бы не со зла. Все, готово. Сейчас я проведу туда, где вы показы. Угу. Идем. Все такие нарядные и красивые. Все оживлено, все ждут показа. Тут я заметила, что напротив меня девушка какая-то садится. Она так несколько раз на меня посмотрела. Но в какой-то момент она просто пересаживается и садится рядом со мной. сидит. А сейчас это вам поднимается. Привет. Лина. Юля. А ты с Лешей пришла, да? Да. Я его бывшая девушка. Да? Да. Приятно познакомиться. Я просто была в шоке. Вечер перестал быть томным. Когда они зашли, я ожидала увидеть там вообще, не знаю, богиню подиумов. Вообще не понимаю, как они могут быть вместе с Лешей. Она очень простая, можно даже сказать простушка, честная. Как настроение? Хорошее, наверное. Интересно. Прекрасно, молодец. Как у вас все в порядке? Странно. Знаю Лешу, просто ты немного не в его вкусе. Он мне нравится, и я не готова его вообще ни с кем делить, понимаешь? Я буду продолжать бороться за Лешу. Грубо говоря, да, ты не будешь мне преградой, как будто ты кто такая, уйди отсюда. Я просто как бы пропустила это мимо ушей. У вас был секс? Я никогда не спешу. Не знаю, мне кажется, ты обманываешь по поводу секса, что у вас не было секса. Я не думаю, что вот я должна, обязана обсуждать это с тобой. Прости. То есть секса у вас не было, и ты не знаешь, в какой он в постели, да? Нет, не знаю. Безнялочка. Не повезло тебе, значит. Мы приехали в торговый центр, чтобы купить розовые вещи или аксессуары в розовом свете для Гриши и Дианы. Сегодня день рождения моей сестры. У нас будет вечеринка в розовом свете. Я приглашаю всех на маму на день рождения. Будет розовая вечеринка. А если у меня нет ничего такого? У вас есть целая ночь впереди. Очень жду крестной гости. Буду проверять, если не в розовом, то устрою им. В принципе, я не люблю ходить с девчонками. Завещаем примерки, меняем это, одеваем с этим. Для меня это утомительный процесс, это как на работе. Давай сначала тебя оденем. Себе вещи выбираю обычно минут за 20. Максимум цвет и размер. На этом моя покупка быстро заканчивается. Переживала, что может ему розовый цвет не понравится, потому что не все мужчины любят розовый цвет? Ну, конечно, носил розовый. Я же мальчик, а мальчикам розовое в детстве одевать их. Быстрее начнем, быстрее закончим. Вот, я вижу там розовые трусы. А при чем здесь трусы? Шапку там какую-нибудь. Ну, если больше ничего нет розового. Да должно быть что-то тут розовое. Давай, может, там что-то переменяем, не розовое там. Надеюсь, как-нибудь, так скажем, отлынивать. Я вижу розовый цвет. Она так и накопала. Дианка подсуетилась, типа. Он точно розовый? А шо это тебе? Вообще! Тут какой-то 15 с половиной, какие-то европейские размеры. Ну, так мы в Европе, папа. Все, решили. Как бы его быстренько мы собрали. Он не сопротивляться, вот так что понял, что с нас не сопротивляться безболезно. Я в себе такое не выбрал. Нет выбора, дресс-код. Это впервые, наверное, с дресс-кодом я куда-то иду. Обычно меня принимают в чем есть. Так, а тебе шо? Не, я уже, смотри, вся. Уже в розовом как можно только. О, смотри, розовый. Я вижу, я туда и бежала. Я тут еще юбку нашла. Юбок сколько. Забежали так, это дело Диана, это давай еще, и это возьмем, и это, и это. Все, мы же идем примерять? Нет, почти. Как я люблю с вами ходить по магазинам. И не говорить. Понятно, как мужчине ему нужно было с нами ходить. Все, что длиннее двух часов, всегда тяжело. Тут непродуманный отдел для мужчин, где можно посидеть. Для того, чтобы не ходить за покупками вместе с девчонками. Я даю деньги или карточку, они идут и занимаются шопингом самостоятельно. Я просто смотрю на приход смс. И когда он превышает мое терпение, я перезвоню и говорю, хватит. Мы мерить идем наконец. Да. Это хорошо. Все, короче, мерить я вас тут подожду. Ты будешь выходить, а мы будем смотреть. Опа, сейчас пока смот начнется. Вот у меня не хватает пятерых детей. Три пятна от фулуса и сила в голову. Айди, переодевайся. Там еще много у нас снарядов? Три пятна. Я надеюсь, мы только померяем, не все будем покупать. Не обещаю. Ты же знаешь мои правила. У меня есть двое детей. Они должны расти, сытно есть, жить в небольшом достатке. Потому что большой достаток он убивает. Чтобы они могли одеваться, покупать какие-то вещи, чтобы не было перебора. Поскольку есть вещи, которые куплены и просто через некоторое время это выброшены. Буду сегодня наблюдать со стороны, как он будет себя вести в плане покупок и денежных трат. Я не приемлю мужчин, которые... Лишь бы, не надо тратиться. Если они навыбирали кучу вещей, то они хотят ее сразу купить. Ну, со мной такой, наверное, не походится. Я еврей. Ну, великолепно что-нибудь. Ну, великовато. Ну, да. Ну, если я снова забираю меня... С Витой было великолепно. Просто она мне подсказывала. Значит, берем? Да. Папа платит, мы с Витой выбираем мне одежду. Что может быть лучше? Дианке выбрали все, как... Все, что она хотела. Кубку, футболку и жакет. Еще сапожки. Спасибо Вите и ее родственникам. За то, что папа такой добрый. Мы купили не все, что мерили. Это... не знаю. Из того, что я видел, это всего процентов 15 мы купили. Поэтому это скромненько. Да прямо очень классно все прошло. Все так по-семейненькому. Именно все вместе. Гриша купил все необходимое для розовой вечеринки. Это показывает то, что он не жадный и то, что он готов тратиться, даже если это покупки незначительные и неважные так уж сильно. Мы готовились куда-то поехать. Я не мог понять, что она так наряжается. Я не заморачивался со шмотками, но одел джинсы, кеды, рубашку. Думаю, одену, чтобы хотя бы немножко соответствовать этому красивому наряду. Я вообще не знала, куда мы едем. Саша? Ты мне сделал несколько уже сюрпризов и каждый раз как угадывал то, что мне нравится. То есть и с водой мы ездили, и с видом на Киев, и с полем. В общем, я захотела что-то придумать и для тебя. И чтобы это тоже тебе понравилось. Поэтому я выбирала из того, что ты мне о себе рассказывал. И в то же время это немножко и общее между нами. И я думаю, что поможет мне тебя увидеть с еще одной стороны. И это? Ну, сейчас увидишь. Меня это вообще раздражает, когда я не знаю о том, что будет происходить. Потому что я привык контролировать ситуацию, ну а я тут вообще в незнании. Мы сидели на свидании, и он сказал, что мечта у него есть еще выйти, может быть, на сцену. Ты в школе ходил в театральный кружок. Я был прям пронизан иглой, ниткой, прошит этой идеей. Для меня это было как неотъемлемый кусочек. А сейчас? Ты бы не хотела? Сейчас, наверное, если бы мне предоставилась такая возможность, я бы попробовал. И я решила сходить с ним в театр импровизации, где можно будет выйти на сцену самому и немножко себя тоже попробовать в роли актера. Здравствуйте. 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 Я уже так прикинул себе, думаю, ну, Марина говорила, что она преподает актерское мастер. Думаю, сейчас она будет показывать, как она там учить своих студентов. Добрый вечер. Здравствуйте. У нас сегодня, если раптом кто-то забыл, нагадую вечер импровизации. Будем прогревать какие-то истории, открывать душу, прокачивать свою актерскую мастерность. Ну, реально, я не понял, что происходит. Смотря на Марину, я видел, как она улыбается, так и чего-то ждет. Ну, что-то она себе планировала, видать. Я переживала вообще, как она реагирует, потому что, ну, я боюсь каких-то реакций Саши неправильных. Я нагадую вам наше правило, правило нашого бийцовского импровизационного клуба, что, если вы тут, сейчас, в этой зале знаходитесь, то вы согласились на все, что будет тут происходить. Это сюрприз. Питания есть? У меня есть вопрос. А, пожалуйста. Извиняюсь. Как вас зовут? Меня зовут Александр. То есть мы не просто зрители, мы участвуем непосредственно. Ну, конечно, а какие же, может быть, глядачи на вечеринке импровизации? Я, мягко говоря, м*****, потому что меня немного это напугало. Я видела, что он так распоряжался, потому что не просто посидеть, посмотреть со стороны, а нужно будет самому что-то делать. Я вам сьогодні пропоную тему «Стосунки взаимы не с близкими людьми». Чие, божаючи, спочатку запытую. Ух ты! Будь ласка, прошу. Мне очень повезло, что я был не первым участником во всем этом. Потому что это называется поставить человека в неловкое положение. Вы – коханцы, но он подружный. Я хочу тебя оставить, я не могу. Вот, наконец-то. Давай вот прямо. Тебя там хоть любят? Меня все устраивает. Что тебя не устраивает? Я хочу, чтобы ты остался только своим. Вы пришли к ней, чтобы перевести ваши отношения на новый уровень. Я очень сильно тебя люблю. Я вижу. Так проявляются мои чувства. Я своей любовью боюсь. Возьмем палубу в наших отношениях. Только тебе нужно. Не конфликтный мужчина. Смотри, в доме все поломано. Ты понимаешь? У тебя откуда руки растут вообще? А мусорное ведро? Пошел его красить быстрее. Это импровизация полная. Я никогда этого не делал. Кошмар, кошмар. Тебя не устраивает. Они все здесь нет. Что они тут делают? Вообще, пока мы сидели, я видела, как он нервничает. Он там зажимает руку. Он вот так, он смотрит. Я ему говорю, не нервничай, все нервничают. Все хорошо, все получится. Он так вообще... Потому что для него это что-то новое. Он не ожидал. И, в общем, он распоряжался. Это было видно. Есть из чоловеков, желающих. У нас чоловеков сегодня меньше, чем девчат. Вибор невеликий. А вот молодой человек у нас сегодня вперше. Да. Секса у вас не было, и ты не знаешь, как он в постели, да? Нет, не знаю. Беднялочка. Не повезло тебе, значит. Я сомневаюсь, что Леша захотел бы ее. И она, может быть, когда-то еще пожалеет об этом. Но я спокойна, что у них не было так-то. Просто не доросла до его уровня. Может, и не доросла. Дорасту еще. Время есть. Ну да. Да. И не переживай. Интересно. Да, жизнь очень интересная штука. Нагло, напористо себя ведет. С незнакомыми людьми себя нужно более сдержанно вести. И пыталась как бы поставить меня в неловкое положение, но у нее это не вышло. Я так поняла, что эта Юля, она вообще просто прикидывается какой-то безобидной овцой. Типа, чтобы зацепить Лешу. Типа, вот такая правильная, такая классная. Чтобы там он в нее влюбился, еще что-то. На самом деле, эта стерва еще там, мне кажется. И, ну, любому мужчине нужно быть поаккуратнее с такими девушками. А сколько тебе лет, что ты, ну, ты девственница? Извини, но тебя не должен волновать этот вопрос. Спасибо. Как это не должен было бы волновать? Не совсем адекватная особа. Мне кажется, что если бы не показ, она бы продолжила вот какие-то свои тирады. Но, слава богу, показ начался. И прямо сейчас наши модели продемонстрируют весь результат кропотливой работы талантливого дизайнера бренда Тимофеев. Давайте поддержим бурыми аплодисментами. Мне, конечно же, было интересно, потому что на таком мероприятии я еще не была. Яркие модели, красивая одежда необычная, прически тоже мне очень понравились. Было видно, что Леша постарался, увидела его работы, так сказать, вживую. Атмосфера сама тоже показа была очень приятной. Было очень круто, и после показа ведущий объявляет, что будет еще автопати. Встречайте! Пацаки из Франыка. Благодарю вас! Добрый вечер, пане и пановы! Для нас сегодня велика честь выступать на этой автопатии. ПОЁТ 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 На показе была девочка, с которой я когда-то встречался. Она любит различного рода мероприятия. Мне было неприятно, конечно же, от этого. Я ожидала, что Леша скажет, что вот это моя девушка, или скажет, что он со мной сегодня. Тебе уже стрелку забили, да? Ну что ты это, как кайфово! Так иди это, поголовим тебя. Сейчас приду. Я сказала, раз попросили, иди поговори, но на самом деле я это сказала, наверное, больше с сарказмом, наверное, потому что я не думала, что он реально пойдет просто оставить меня и пойдет говорить. Я вот стояла, мне стало очень неприятно, я почувствовала себя чужой, лишней на этом мероприятии. Ну рассказывай, как дела? Хорошо. Все хорошо? Круто. Как там Кирилл? Хорошо. Большой, вообще вырос так. Я так устала уже, если честно, и никакой личной жизни, Леша. Вообще? Вообще. Чего? Уже все говорят, жениться – пора. Замуж выходить, вернее. А ты? Не получается. Мне хотелось просто, может, даже тот сок вылить на него. Я правда хотела высказать уже то, что было у меня за этот вечер. Можем поговорить? Да, конечно. Да, конечно. Я видела, что она приревновала меня к Леше. Пусть ревнует, да, правильно делай. Во-первых, мне не понравилось то, что твоя бывшая девушка начала выпрашивать, выпытывать, там, за тебя вот со мной должна сражаться, понимаешь? Хотя я ни с кем не сражаюсь. Вообще я растерялся, потому что, ну, это странно. Я не знал, что она об этом говорила. Мне не понравилось, что ты куда-то ушел. Просто остави. Я чувствую себя брошенной. Юлия сказала, иди пойди, тебя аж позвали. А потом она мне говорит, а чего ты меня оставила дном? Она ни одного слова не сказала, что я неприятно. Читать мысли, ну, не знаю, ну, как бы мы не набитые экстрасенсов. Ну, я бы тебя не оставил, ты же это прекрасно понимаешь. Когда ты хочешь, чтобы я от тебя не отходил, ты говоришь, Леш, иди сюда, смотри. Ты меня слушаешь, ты даже перебиваешь меня, Леш, я не могу говорить. Не знаю, как будто тебе все равно, честно. Что мне все равно? Да, абсолютно все. У тебя цель что, поругаться? Вот, наверное, да. Да, Леш, я самый конфликтный человек. Леш, я не могу уже. Я устала. Я не понимаю, Юлю ничего такого не делал. Я там не целовался, не обнимался, не делал каких-то моментов, чтобы заставить ее ревновать ко мне. Ты мне можешь сказать, Леша, ты козел, ты целовался, обнимался. Зачем ты, зачем ты вот это? Ну, хорошо, давай оденемся, поедем домой. Леш, я оденусь и поеду домой, а ты еще собирался гулять, ты хотел гулять. Я хотел с тобой гулять, я не говорил, что я собирался. Не знаю, я гулять уже не настроена. Чем я могу помочь, чтобы ты себя чувствовала комфортнее вот сейчас? И отправить меня домой. Я решил отдать время Юле, подумать. Я попытался сделать все, что от меня зависит, поэтому мне очень интересно, что она теперь скажет в самом конце. Не очень сложно. Было много поступков, как хороших, так и плохих. поступков, которые показали мне Лешу с разных сторон. Нужно все-таки все хорошенько взвесить, чтобы ни в коем случае не поступить необдуманно. Мы сегодня гуляем треем, потому что папа Саша наш сегодня на сутках. А ты в этом парке была как-нибудь? Да. Есть какие-нибудь определенные места, которые тебе нравятся тут? Площадка. А еще кроме детской площадки есть? Всякие статуи. Когда мы гуляли в парку, мне позвонила мама. Алло. Привет. Мама сейчас в парку. Давай. Мама в Бучанском парку тоже. Мама хочет к нам прийти? Да. Ух ты, интересно. У меня было, конечно, шок, удивление. Такой неждантик небольшой получился. Я задумывалась о вопросе, может быть, стоит пообщаться с Сашиной бывшей женой. Знаете, может, ее мнение. С Сашиной стороны мы слышали историю. Тут вдруг такая ситуация. Тут уже некуда деваться. И на раз-два. Раз-два. Одновременно. Я очень рада, что она прийде. И я бы хотела, чтобы она познакомилась. Я думаю, что она может подружиться. Сейчас я вам покажу. Вот, вот, как Вика прыгала. Мама, сзади тебя. Здравствуйте. Света. Вика. Очень приятно. Спасибо. Спасибо. Правильно. Спасибо. Ужасная, худенькая девушка. Как бы вместе. Ладят, не ладят. Детки. Детвора общаются вместе хорошо. Ну и, соответственно, как бы взыграл женский интерес. Увидеть, кто же все-таки живет с моим бывшим мужем. А что бы ты рассказала бы такого о Саше, что я не могу увидеть, например, за эти короткие промежутки времени. Сам по себе человек абсолютно неплохой. И может делать все по дому. Руки растут, скажем так, из правильного места. Он и приготовит, и уберет на кухне, и попылесосит. Можно положиться, можно пошутить. Мне больше всего удивило то, что Света с позитивом рассказывает о Саше. Саша, наоборот, описывал ее более с негативной стороны. Его негативные стороны. Ну, из негативных сторон вспыльчивость и его пунктик по поводу чистоты, уборки. Не дай бог там даже досточка где-то взята пальцами в муке, то это замечается сразу. Я понял, его любимая женщина – это столешница. Главное, чтобы чистая столешница. Тебе бы хотелось назад вернуть все свои отношения? Не хочу, абсолютно не хочу назад. Три года как бы вот это вот постоянное капание на мозг, все на свои места. А то как бы сейчас, живя отдельно, ты понимаешь, что просто ты сам себе хозяин. Вечером можно даже оставить посуду в умывальнике, если очень сильно устал, завтра утром ее помыть. Как бы я хочу оставить так, как вот случилось, так и случилось. А вы друг с другом общаетесь? Нет, мы не общаемся. Абсолютно заблокированы все телефоны, все соцсети. То есть за тебя это больно, да еще? Нет, абсолютно не больно. Это просто как бы к тому, чтобы человек меня не беспокоил. Первый месяц, наверное, он все-таки пытался там что-то вернуть, может что-то исправить. Он думал, что это как бы вот шутка такая. Но я дала четко понять, что как бы нет. Если захочет потом со мной общаться или поговорить, то он может это сделать через Вику. А ты думаешь, он уже в состоянии строить новые отношения? Ну, если решил поучаствовать в передаче, то все-таки как бы человек готов, наверное. Абсолютно не будет жалко видоватой Саши, потому что для меня это уже пройденный этап. Может есть какие-то конкретные вопросы. Саша любит выходить, скажем так, из дома? Как он любит проводить свободное время свое? Время мы проводили больше, ну, ездили к родителям в село. Как таковых выходов не было. То есть даже если как бы звали там на день рождения куда-то, то мне приходилось просто идти самой. Я же не виновата, что он не идет, правильно? Он отказывается идти, я иду одна. Как он относился к этому, что ты шла одна? Он говорил, что ему не подобается, но я предупреждала, куда я иду. Я не понимаю, если мы уже вместе, то должно быть мы уже вместе. Потому что если уже начинается отдельное времяпровождение, ну, смысл всей этой семьи. Семья – это общее что-то. Я буду, естественно, пробовать Сашу вытаскивать из дома, с его диваном и телевизором. Мне приятно было очень пообщаться, знать тебя с другой стороны, может быть. Я человек открытый, общительный, если вдруг что надо. Например, если у тебя там какие-то конфликты с ФИКой, то обращайся. Хорошо. Викуся! Да! Идем, зайчик? Да. Пойдем. Мы со Светой хорошо пообщались. И я думаю, что может быть такое, что если у нас будут отношения с Сашей, то мы можем общаться и с какой-то стороны подружиться. Андрей уехал на работу. Я осталась с детьми. Я уже осталась не с одним ребенком, а с двумя. Хотела найти общий язык с Аристархом и подружиться с ним. Ну, мне это важно. И решила поехать в развлекательный центр. Ну, и как раз по возрасту и Аристарху будет интересно, и Вите. Я хочу, чтобы те моменты, когда Аристарх будет с нами, просто ему было комфортно. Я ушла. Я ушла. Я ушла. Я ушла. Я ушла. Я ушла от вас. Нападаю. Я настолько почувствовала этот кайф материнства. И я вроде бы вернулась в тот Витин возраст. И смотрю, и Витя тоже вернулся в этот возраст Аристарха. И оно как-то было все сплоченно. Было круто. Но потом переигралась. Ты Халк? Ой, ешкин ты. Куда мы попали? Вначале это было круто, интересно. А потом я же думал, ну когда же ты уже выключишься? Где же найти твою кнопку? Так, без насилия, ребяточки. С добротой и спокойствием. Все, нельзя горло рвать от тебя. Мне так сильно понравился характер Аристарха. Мне казалось, он немножко такой баловный. Ну, как он относится к маме, ко мне, меня это утомляет. Он заигрался сильно. И уже вот когда мячи кидал, то есть вот эта баловность, чувства так-то не было. То есть Витя у меня без слов поймет, что так некрасиво делать, так не надо делать. А у Аристарха это вот, ну типа, а что тут такого? Ну, классно играем, ну и попадет тебе в голову, ну ничего страшного. У меня сложилось впечатление, что в Аристарха как закладывали с детства, что все можно. И ты самый главный, ты самый классный. Все, что происходит вокруг, это не так важно. Главное, твой общий комфорт. Не хотела делать Аристарху замечание. Я все-таки хотела понравиться в начале. Увидела, что Аристарх заигрался. Надо постепенно переводить куда-то в спокойную игру, успокоить. И решила их перевести. Лего начали строить. Понравилось тебе здесь? Да. Будешь папу просить приезжать сюда? Да. А какой компании я хотел? Хотел бы все вместе прийти еще? А? Арчик, хотел бы все вместе прийти с Витей, со мной и с папой. Задумался? Задумался. Осталось, что она меня много выдает вопросов. Арчик, а со мной тебе весело? Не весело. И тут у меня какая-то такая все-таки обида, ну то есть я вроде так стараюсь, выкладываюсь. Непорядная баба на все и голод. Арчик, а ты видел в машине, там в кулечке есть такой надувной велосипед, не велосипед, а кораблик? Не показывал тебя, папа? Это надуваешь и можно на море плавать. Хотел бы к нам на море свете приехать. Приедем к нам? Приедешь к нам? Я приеду только в Турцию. В Турцию? Правильно, ну да. И завтра не поедешь. Завтра не поедешь? Я никуда. С вами в Турцию не поеду. Хорошо, а к нам? Я только с папой поеду, не без нее. А к нам приедешь? Не приеду. Хорошо. Ну вот состояние души такое, ну, некомфортно. Думаю, ну, так все классно, мы же играли. Андрей прислушивается к аристарху. И, может быть, как-то в дальнейшем аристарха нет, повлияет на нас. Вибор не великий. А ось молодой человек у нас сьогодні вперше. Да. Я боялась, что а вдруг он вообще не захочет идти. Вдруг он вообще скажет, что это все за ерунда и не буду этим заниматься. Давайте мы вас познайомим. Я рада, что вы принимаете наши правила. Вдячно вам за это. Мы договорились, что мы не отказываемся, да? Ну, сам бы я не пошел. Вот если бы мне сказали там, кто хочет пойти, руку бы я, наверное, не поднял. Я не думал, что даже вообще буду готов пойти на подобный шаг, но я решил попробовать. Будь ласка, ваши имена. Знайомтесь. Александр. Дуже приятно. Приятно. Так. Уявить зараз, что вы в какой-то, возможно, теплой стране уже знакомы два тижня. Мы должны были импровизировать сценку, как двое влюбленных, которые где-то на отдыхе. Пытаются там разобраться, как же им после завершения этого отдыха двигаться дальше. Спробуйте налаштуватися на авто цей такий лад. Шумит море, чушь. Угу. Я думал, что мне надо что-то говорить, потому что если бы мы молчали, это было бы вообще хуже всего. Лучше бред нести, поэтому я решил говорить все, что приходит мне на ум. Я всегда мечтал сюда попасть. Угу. Да. Я тоже. Самой сюды. Совпало как-то так. Да. Я бы хотел тебе сказать все, что я думаю о нас, о этих двух неделях. Ты нравишься мне очень, и мне бы хотелось, чтобы ты почувствовала то же, что и я. И это, наверное, я бы хотел называть любовью. Может это произойти с нами? Я когда сидела в зале и смотрела на его игру, я думаю, какой он молодец. Какой красавчик. Вот мой. Ну, серьезно, честно, было такое. Ну, сначала. Потом, конечно, начала немножко вот эта вот какая-то необоснованная ревность меня брать. Что-то такое было, что возбуждало во мне желание продолжать дальше дело. Я, конечно, понимаю, что это все игра и так далее, но что-то они увлеклись, по-моему, этими всеми историями. Я не хотел тебе говорить, но мне нужно уехать сейчас. Ну, да, конечно. У тебя все получилось, отдых получился. Я тебя поздравляю, очень хорошо все получилось. Я тебе даже поверила. Это стало более интересно. Я, скажем, воспринял это как такой очень своеобразный аттракцион. Я не женат, у меня нет отношений, они сейчас построились с тобой. Я такая уже сижу, думаю, не поняла. Просто поверь. Мне нужно что-то большее, чем слова, чтобы я тебе поверила. И ты поверишь после этого? Это было у нас две недели подряд, а теперь просто с… Я попросила бы. Они прям очень близко друг к другу подошли, и что-то там такое прозвучало про то, что давай доказывай мне свои чувства. Я думаю, так. Марину это я слышал, что ее смущает, она там еще что-то говорила в смысле «убери руки» или что-то там такое. Меня это абсолютно не смущало, что актриса вела себя подобным образом, потому что задача была именно такая. Возможно, я слишком много прошу после двухнедельного знакомства, но я бы хотела, чтобы ты никуда не ехал. А если у меня будет вариант поинтереснее, чем все, что ты мне сейчас предложила? В смысле? Поехали со мной. Молодец, да. Это аргумент. Ну, задача там была, чтобы я уговорил ее на то, чтобы там наши отношения все-таки, независимо от того моего импровизированного отъезда, все-таки продолжались. И чтобы она поверила моим словам. Хорошо. Ты едешь со мной? Да. Ну, я справился. Да, поехали. И я прям заерзала на стуле. Ну, серьезно. Ну, я же актриса, и я ревную человека на сцене. Ну, что за глупости? Что за бред? Это же сцена. Я же все это должна понимать прекрасно. Прошу. Получили мы такие бурные аплодисменты, и я был рад. Ну, и когда мы уже вышли из театра, мы присели у фонтанчика. Все-таки я ревнивая. У вас очень было все правдоподобно. Я старался действовать максимально как актер. Пускай только начинающий. Ну, улыбочки я тоже заметила. Улыбались. Улыбались. Друг другу. Ручку подай, а ты к ней на «ты» и все видела. Она не в моем вкусе. Ага. Ладно. А я? А ты в моем? Ну, мы с тобой уже что-то. А с ней мне пришлось, понимаешь? Все, все, хорошо. Принято. Любому мужику приятно, что его там ревнуют, и такое чувство внутреннее удовлетворения, конечно, присутствует. А у тебя были сомнения по поводу того, что я вообще откажусь от этого движения? Ну, наверное, доля сомнений была, но все-таки я надеялась на то, что тебе это понравится, потому что ты сам рассказывал о том, что ты занимался. И мне казалось, что это то, что тебе понравилось. Марина, это было так давно. Я вообще не знаю, как ты на это могла рассчитывать, потому что я сам не помню. Я не помню даже лица костюма. Это что тебе горели глаза, когда ты об этом рассказывал. Да, может быть. Ну, блин, это было круто. Вообще, это было круто. Я просто вообще перед зрителями вообще просто. И сегодня, спустя, наверное, лет 15, я ощутил похожие чувства, которые я ощущал когда-то в детстве. Боже, я так рада, что у тебя столько эмоций. Да, и они настолько позитивные. Это своеобразный тоже адреналин. Это круто. Это новые чувства. Я много чего для себя открыл. Вау. Сегодняшний день, наверное, помог нам раскрыть друг друга еще с одной стороны. Мне его створческое, что не такой уж он и прагматичный, и серьезный, и вообще, как он говорил, во мне этого нету. Все в тебе есть. А ему, наверное, то, что я смогла его удивить, ну, это, наверное, пойдет на пользу нам. Спасибо. Садитесь. Привет, с днем рождения. Днем рождения у меня у сестры. Поздравляю с праздничком. Плюс мы Каролинку хотим поздравить. Это моя племянница, она же и крестница. Потому что, как бы, я пропустила ее день рождения. Я надеюсь, тебе это подойдет. Спасибо. Тяжелый очень. Ну, беги садись. Я очень оценила подарки его, его уважение, да, к незнакомым, грубо говоря, ему людям. Он первый раз на свете. С детьми я уже знаком, имел честь. Давайте знакомиться с родителями. Меня зовут Гриша. А это Диана. Очень приятно. Меня Марина. А это Алина. Да. Меня Алина, я родная сестра Виты. Молодцы, задержались нашего дресс-хода. В розовом пришли, вообще, это супер. Я не додеялась, если честно, его увидеть в розовой рубашке. Кстати, вот у меня есть вопрос. Да. Вот тут полдня провели в розовом поиске. Я как-то не у всех вижу розовые там. Вот розовые, аксессуары розовые. То есть можно было поступить вот так вот просто. А мы там полдня искали по магазину что-то. Зато мне юбочку купили. А расскажите о первой встрече своей. Говорит, меня зовут так-то так-то. И говорит, я мать семерых детей. Это в Виттином стиле. Ну, как-то так. Какое Виттином впечатление произвело? Вот сразу, как только ее видели. Спортивные фифочки. Фифочки? Я такая, ой, все, не повезло женщине. Не туда попало. Сейчас вообще великолепная просто. Шикарная девушка. Не фифочка. Уже это хорошо, что не фифочка. Это и так точно, как в сестрах? Бегаю по одному. Нет. Она бегает только от одной кровати к другу. Да, я бегаю за двумя детьми. Работаешь, когда дети спят, потому что по-другому не получается. Ты думаешь, работаешь? Да. Я кондитер. А до этого чем занималась? Я по образованию учитель английского и психолог. Огромная? Тетя, которая умеет печь торты, которой можно поплакаться и выучить английский. Мы берем тебя в жопу. Ну да, они сейчас вот такой крепить начнут. Гриша позитивный. И дочка у него позитивная, открытая. Это мне очень понравилось. Хочу увидеть, что он за человек. Потому что Вита у нас одна, любимая, единственная. Ей нужен достойный мужчина. Вас не пугает разница в возрасте? Сколько там разница? Большая разница 10 лет. Слегка меня это поднапрягло, конечно. Сколько твоему мужу лет? Как и мне. Одного возраста. Будет он старше тебя на три года. В чем это скажется? Ни в чем не скажется разница. Пять лет. Да нет, даже двадцать ничего не скажется. Это ж не то, что ей восемнадцать. Она еще только в институте учится. Она живо уже закончила. Уже и забыла. У меня еще есть вопрос о детях. Господи. Да. Отдывайся сам. Отдывай. Ну поехали. Лежим. Вита вошла в вашу семью. Пришла, да? Вы знаете, что у нее детей нет. И она очень хочет детей. Очень. Все стало более напряженно. Это было неподходящее место и время. Я себя никогда не видел многодетным отцом. Я уже забыл, что такое памперс, как там оно вот это вот аука и там… Это очень хорошее чувство. Ну, я не спорю, что это чувство, но я рассказываю то, что я чувствую. Он настораживает, что он как бы не очень хочет детей. А для нас это очень важно. Дети. Да, у него есть это хорошо, а вид и нет. И это плохо. Еще кто-то? Можете между собой поговорить? А я тебя хочу позвать. Нам нужно поговорить. Я расстроилась, потому что для меня это было важно. Мне 32 года. Я детей хочу безумно. Это и так видно. Боже, у меня семеро детей. Ну, святые крестники. Все это время мы ушли к этому дню, ведь день финала он самый важный, потому что именно в этот день мы поймем, сможем ли мы строить с Лешей крепкие отношения дальше. На весы с двух сторон поставлены все позитивные и негативные моменты, которые мы прожили вместе за этот период времени. На модном показе ситуация, из которой мне стоит еще больше подумать, что я скажу Леше в финале. Привет. А ты с Лешей пришла, да? Да. Я его бывшая девушка. Да? Да. Он мне нравится, и я не готова его вообще ни с кем делить, понимаешь? На модном показе он ничего не сделал для того, чтобы его бывшая девушка не трогала меня. Вместо этого он просто пошел с ней общаться. Я замечаю, что это уже вторая не совсем адекватная особа из прошлого Леши. Когда мы еще были в Одессе, неожиданно появилась его бывшая жена Лера. Пожалуйста, впредь, ты не мама ребенка, никогда им не будешь. Я не позволю этого. Ясно? Я понимаю, что на данный момент у меня нет никаких гарантий, если я буду с Лешей, что его бывшие не будут преследовать нас и не появятся в нашей жизни. И самое главное, мне кажется, что Лёше это нравится. Этот факт сейчас заставляет меня сомневаться в том, что я могу быть с этим человеком. Но видя, какой Леша заботливый отец, я считаю, что он хорошо справляется с задачей воспитания ребенка и это перечеркивает многие его негативные качества. Это все надо будет вырезать, вытаскивать. Просто надо так чинь-чинь-чинь. Чинь-чинь-чинь. Скажи Юле, спокойной ночи и иди собирайся ложиться спать. Спокойной ночи. Сначала я Кирилла воспринимала, наверное, вот больше как такого, наверное, сильно избалованного мальчика, который может просто там сказать все, что угодно, все, что ему вздумается, даже незнакомому человеку. Скажи шутку. Скажи-ка карандаш. Карандаш. Снимай ты крысы и иди на пляж. Вот сейчас все снимем. Я с ним даже разговаривала вот на эту тему. Мне кажется, он услышал меня, потому что вот день за днем его поведение становилось все лучше и лучше. Котеры ты, котичка, котичка. Как у тебя дела, Кирилл? Как хорошо. Хорошо? Я также очень привязалась к Кириллу. И именно поэтому я сейчас в больших сомнениях и не знаю, что мне делать. Ну, когда я вспоминаю о поведении Леши, его некорректные вопросы ко мне, его допросы и давление. То есть можно предположить, что ты не девственница? Что тебе нравится, что не нравится? Может, лучше поговорим о творчестве? Что тебя смущает, что, ну, ты же говоришь? Может быть, вот эти мои границы, я чувствую, что к ним подходят. Так же меня настораживает его пафос. Дорогие машины, шикарные рестораны, дорогая еда. Леша и правда такой человек, который вот привык, наверное, показывать и рассказывать о своих достижениях. Он получает от этого удовольствие. И я думаю, что он очень любит, чтобы другие люди это замечали. В 14 лет учился и работал в салоне. Там за 5-6 лет выиграл в 23 конкурсах. Стал двукратным чемпионом Украины, участвовал в разных международных конкурсах. Я хочу не пафосного партнера рядом видеть, а человека, с которым я могу быть счастлива в разных условиях, обстоятельствах. Кто будет меня любить и с кем я буду и в горе, и в радости, и в бедности, и в богатстве. Я также вспоминаю все его хорошие поступки. Это его постоянное желание меня кружить, делать какие-то приятные вещи для меня. Ух ты, спасибо. Спасибо, очень приятно. Красивый под платье. Сейчас мы будем снимать клип для тебя. Ты готова? Шуточка. До меня обратился Алексей и сказал, что он хочет сделать для тебя сюрприз. Леша все-таки исполнил мою мечту, и этот поступок дорогого стоит, он так внимателен ко мне. Идя на финал, я действительно очень сильно переживаю. Я не знаю, что я скажу Леше. Я не уверена на все сто процентов. Все. Очень, очень перемешалось. И мне правда сложно принять решение. Время, которое мы провели вместе, это крутые дни, в которых есть много интересного, много чего незабываемого. Но при этом есть очень много «но», по которым я еще думаю по поводу своего решения. Идя на проект, у меня был образ, какой должна быть женщина, которая будет для меня идеальной женой. Для меня не были важны человеческие качества, а важна была внешность. Блондинка, худенькая, ухоженная. Юля, вот сразу чувствовала, что это вообще абсолютно противоположно. Она была недоступная, недотрога. Можно я сама? Конечно. Хотел погреться чуть-чуть. Леша, пожалуйста, мне некомфортно. Ну я хотел как-то погреться. Ну я понимаю, погрейся. Она не принимает мои знаки внимания, она не ведется на романтику, которую я для нее делаю, на мои поступки. Я боюсь, что я погром в жизни останусь. Да, успокойся, все нормально. За что ты переживаешь? Все хорошо. Все хорошо получается, но не переживай. Я тебя очень прошу, все хорошо. Я сейчас понимаю, именно этим она меня взяла. Она культурная, воспитанная, она правильная, она не такая, как все. Я вообще не привыкла вот многое из того там, что мы про отношения уже обсуждали. Я обычно... А через сколько время обычно? Хотя бы пару встреч нужно. Она хорошая хозяйка. Она молодец, она дома убирает. Мне очень нравится, что она подружилась с Кириллом. Я увидел, как она сблизилась с ним. Это очень важно для меня. Потому что мой ребенок, это мое все, это моя жизнь, моя душа. Сделаешь мне массаж, пока я не ушел? Массаж с животными, которые по тебе будут ходить, да? Ну, как я могу отказать? Давай слизи мне, я буду совсем монстр со слизью. Монстр слизи. Ну, мне сейчас сложно сказать да, потому что мне не нравится, что она не отвечает прямо на мои вопросы и постоянно ее лит. Я не могу просто вот ответить взаимностью именно на том уровне. Что не так, можешь сказать? Ну, вот чего тебе не хватает? Леша, все замечательно, мне всего хватает, я окружена заботой и вниманием. Я ее не понимаю, потому что я для нее стараюсь и хочу услышать, что во мне не так, что ей не нравится, что ее не устраивает. Но я, к сожалению, не могу найти ни одного ответа на свой вопрос. Я сомневаюсь, что с девушкой, которая со мной не честна, я смог бы построить счастливые отношения. Также я понял, что она очень похожа с моей бывшей женой. И они всем вечно недовольны. У меня Лера была всегда вечно всем недовольна. Кирилл там часто о тебе спрашивает, а Юля не уедет? Я говорю, не уедет. Но если уедет, говорю, то там по своим каким-то делам. Подожди, ты сказал, что я уеду только по делам? Что мне нужно было сказать ребенцу? Также для себя я заметил, что Юля очень сильно была ревнивая. Ее ревность была абсолютно необоснованная. Такой же, наверное, как у Леры в отношении. Мне сейчас сложно принимать решение, потому что я не знаю, сможет ли она поменяться. Добрый день. Доброго дня. Два детских и два взрослых. Мы хотели повеселить малых. Сделать сюрприз. Повели в зоопарк. Как-то хотелось, чтобы Аристарху было интересно. Я хочу подружиться. Я хочу, чтобы те моменты, когда Аристарх будет с нами в дальнейшем, я хочу, чтобы просто ему было комфортно. Пошли. Заходите. Любое совместное времяпровождение, оно сближает людей. Что-то такое... Мне похоже на тигры, что это. Какой-то как тигр, да? Да, как тигр. Маленький. Какое-то у него такое... Я не знаю, почему мы пошли в зоопарк. Никто даже не предупреждал. Мне было там неинтересно, в зоопарке. Витя, иди сюда посмотри. Это протест? Да? Как протест? Ты будешь сидеть в зоопарке здесь? Да. Не посмотришь мне на кежево? Нет. Это нормально? Да. Ну... Я думаю, мы придем в Легалент, построим. А пришли со всеми Легалентом какой-то зоопарк. Наверное, Аристарку нравилось. Мышки. Да. Есть, папа? Это белочки такие маленькие, да? Может, погнали. Витя, это белка. Похоже на крысу, да? Это маленькая белочка. Пошли, иди туда в ту дверь. Пошли, пап. Сейчас. Витя. Ну давай пойдем еще посмотрим. Он сейчас неприятно расстроен. Он уже не расстроен, а сейчас будет опять расстроен. Пошли. 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 Причина твоих слез. Какая причина? Тебя бедного несчастного привезли в зоопарк, чтобы ты посмотрел на журей. Как же мы над тобой поиздевались? Что же случилось такое? Я бы не позволил ей себя вести так с моим сыном. Если бы я это увидел, то я бы это обязательно остановил. Нельзя заставлять детей чем-то заниматься. Если ты хочешь ребенка в что-то искусственно вставить, то он будет чувствовать именно неинтерес вот этот и обязательно будет что-то делать не так. У меня есть слово для этого, только оно нецензурное. Не хочу, не буду. То есть сел, у меня есть свое мнение, я не хочу. Но мне было неприятно. И у меня уже началось вот этот вот, включаю воспитателя. Как мальчик может плакать таким большим. Какой-то он сильно странный. Чего он плачет? Надо быть мужиком, чтобы не плакать. Можно еще покормить их? Можно. Иди сюда ко мне. Я хочу у них покормить. И я хочу покормить. Пойдем с тобой покормим? А ты посидишь, а я пойду покормлю. Иди купи. Пошли со мной. Идите покормите, да. Ладно, вывесел сеточку. Давай это. Дети, они более эмоциональные. То есть если какие-то происходят моменты, когда возможно что-то не так, то они могут на это реагировать. Как дела? Со Светой мы говорили, подумала за ночь. Были разные мысли. И все-таки я решила это сделать и предложить ему. Такой вопрос. Мы время немного проводим все вместе, да? С детьми. Да, да, да. Ты правильно. Ты знаешь, ты читаешь мои мысли. Завтра у нас, например, есть Хэллоуин. Это маскарад. Много чего в Киеве интересного. Всякие жахи. Мне трошки страшно, так как я на эскотеках уже не был. Близько 10 лет, мабуть. Я уже забыл, как там, как себя вести, что там в эскотеках делается сейчас в данный час. Позвоним сестре. Ну, она приедет, забере детей. Ну, договорились. 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 Он обещал, что мы куда-то будем выходить вместе с ним. Он согласился. Я согласился, чтобы ее не обрежать. Мне хотелось бы свидания наедине, без детей. Главное, чтобы не дома, и чтобы быть вместе с человеком. Просто все-таки не хватает внимания мужского. Мне хотелось бы почувствовать себя женщиной. Ты такая надень. Секси. А не можно в нем быть как-то? Нет. Почему? Танцевать в брюшне. Танцевать я так и музыка такая. Какая-то... Нормально все. Да, нормально. Да, нормально все. Музыка. Все говорите, я не знаю, ну, блин, ну. Сидим, значит, дурачки, які. Все дивляться, короче, все два дурмеля танцюють. Мені не сподобалась музыка. Вона була така попсовою дуже. Я хотів більш драйвову таку. Мені було трошки дискомфортно. Везде знаходять повод бухи, свой негатив, що-то, що-то не так. Вот это мене напрягало. Можете не умеет радоваться жизни. Можете не привык к этому. Я в Раут встал. Так, шаток все хути, шаток все хути, шаток все хути. Старость не рада, старость. Мы сегодня дома будем? Как пойдет? Компортне настроєння було, тому що йому це все не подобається. Це йому не комфортно. Друз'я, 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 друз'я! Я всіх приглашаю сюди. У нас тут є люди, які пішли вдвоєм, друзі. Просто подивіться руху. Я люблю приймати участь в конкурсах. Конкурс був, це треба було танцювати на листикі. Да ну, це нереально. Короче, я так стою. Ладочка, не подиви. Листок бумаги був занадто маленький, там у двох ми не могли стати. У цьому конкурсі, ну, потрібно було взяти на руки дівчину. Вона мене обняла і відчував. Дуже приємний такий ніжний запах. Була близькість між нами. Пульс участився. Короткий цей халатик. І клєточку ті чулки. Якби такі, у нас медсестри були в лікарні, можливо, і менше б хворіли люди, або на упакі б. Більше б хворіли. Стоп, 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 дє, все. Саме приємніше було те, що ми зблизнилися більше, ніж до цього було. Проявлення близьких таких нежних тілодвижень приємно було, звісно. Все далі, і далі ти будь-таки прижимаєшся до мене. Ти не заметила? Все, все, добре. Молодость якби повернулася трошки. Згадав, як я розгадався колись. Ну, давай, давай, розгорімося. Збережно, довго танцюємо. Що? Сєстрічка. Такий, знаєте, семейний фото. Давайте щось більше цікавлення. Ще-чуть, як тодам, далі. Далі, далі. Піка сьогодні грайливою була, трошки там їй щепне мене, там десь толкне мене. Мені здається, що я їй подобаюся. Ти що, заграєш вже з кимось? Хоч ми не цього, не дружина вона моя і не чоловік, але вже ж починаю трошки там переживати, ревнувати їм. Я б хотів, щоб хто не заважав. Мені здається, що я б хотів, щоб кожен день ти його одягала, мені було б неспокійно. Що таке? Ревнасть була б така, розумієш. Це як для мене, коли одягатися, це нормально. Ну, від тебе, звісно, і вона... Ти просто фігурок, власне, розумієш? Тобі так цей хвилатик, через якостюм цей дуже пасує. Секс на довгих ногах, просто-напросто. У нього така оливка розпілась, до глаза заблістілі. Що за тамбурною, у нього фантазії. Тагікардія? Так закрутів голови. Думаю, вип'єм за тебе, за твою класну ідею. Що дійсно я не дуже там хотів, але ж мені потрібно таки трошки розслаблятися оце. Брудершафт? Давай. Ну, перший поцілунок особливий. Трошки і страшно було, і в той же час приємно. Серцем відчувчий, губами відчувчий. Вона поцілувалась задоволені. Мені це було добре, мені подобається дуже сильно. Вечер далося. У мене к тебе є питання. Давай. Прошу на нього відповідати дуже чесно. Ну, я взагалі старався відповідати чесно. Мені волнує питання по поводу дітей. Я себе не представлял, скажемо, молодим отцом. Т.е. мені, знаєш, мисліно не представлялися памперси, пелінки і все це таке. Тот крик, плач ночной, він як-то пройшов вже мимо. А зараз він у мене в голові в мене в голові. Я тебе задаю конкретною. Готов чи ні? Тут є два варіанта. Или да, чи ні? Я хочу чесно. Для мене це важливо. Один – хорошо. Один ребенок – це нет. Минимум двоє. Сразу – один вообще не хоче. Це навіть не обговорюється. Два. Минимум два. Щас вообще загрузило. Общення перешло в попытку надавити. Ну, я считаю, семья – це компромісс. Она, наоборот, пытается навязати своє мнение. Я не готов к этому. Готов? Нет. Других вариантов не дано. Окей. В данный момент на двоих я не готов. Що я хотела узнать? В той ситуации я нічого не мог сделать, поскольку от меня требовалось честно отвечать. Я честно отвечал. Даже ей говорить нічого не хочеться. Я ще на проекте для того, щоб завестись семьей. А для чого йдуть на проекте на рішення для тата? Вообще не снимайте меня. Черт. Черт. Иди сюда. Если бы к этому не готовы, вообще сидите дома, пейте пиво и чешите свои животы. Я подышала там, угомонила свои слезы, потому что я не буду плакать при мужчине. Потом вернулась к девочкам. А че у тебя глаза красные? Потому что, видите, это у меня черная штука. Они попадают в глазки, режут глазки. У меня слезятся. Видишь, приходится терпеть этот макияж. Я думала, ты плакала. Нет, конечно, прекрати даже задавать такие вопросы. Понятно, что я уже детям начала придумать версию о том, что на ходу у меня тут и сыпется, и это, и это. Потому что, ну, как бы это дети. Не буду же я говорить им там про взрослые проблемы. Пришли повеселиться, а веселье не удалось. Все пошло как-то не так. Вообще не понимаю, что происходит. Ну, все, я потом собрала свои вещи и поехала ночевать куме. Смысла нету мне идти домой. Сидеть, ***, говорю, поговори со мной. Нет. Как дела? Мелочь. Мелочь. Давай пятерку. Мне кажется, что Наташе надо просто больше пробовать с ним разговаривать. Просто не надо жестко говорить там, пошли. Там я сказал, пошли. А вот как-то пробовать консенсус какой-то найти. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Ну, ладно, просто. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Это настоящий. Да, настоящий и лясик. Смотри. Смотри, как он ляси лица. Смотри. Вы прекрасно, очень ясно. Пошли, Тени, уже туда. Сейчас. Идем. Вернем назад. Идем. Он копается где-то, наверное, в себе. По нему видно, что он хотел бы больше внимания, что оно ему нужно. Наташа должна быть более внимательна к своему ребенку. Мне кажется, что дети должны уважать то, что проделали для них какую-то работу. У Андрея другая позиция. То есть ребенку может не понравиться. Об этом надо поговорить. Но это противоречит как бы мне. То есть мы устроили два взрослых человека, устроили вам праздник. Вывели вас гулять. То есть смотрите зверей и радуйтесь, дети. Есть какие-то действия, которые делаются не потому, что ты чего-то хочешь, а потому, что где-то надо сделать. Я вообще не понимаю, почему мы делаем то, то, что хочет рестарр. Я же тоже ребенок, ну хотя бы мне 10 лет. Мне всегда хочется идти на работу, что-то делать, убирать, стирать, кушать, готовить. Всегда хочется. А почему я это делаю? А здесь нас четверо. Мы просто делаем не только то, что ты хочешь. Я просто хочу, чтобы ты посидел. А я не хочу, чтобы ты сидел. Я хочу, чтобы ты со мной пошел. Спасибо тебе за настроение. Смотри, какие больные! Вот, видишь? Смотри. Мне кажется, что ты расслабляешься в последнее время. В смысле? В смысле? Поведение твое. Многое себе позволяет. Пушнее себе позволяет. Вот сейчас нормально сидеть в зоопарке и строить лего. В взрослой жизни это называется узкопрофиль. Как это? Узкопрофиль, когда человек только настроен на одном. Он зашторивается и ничего не видит, кроме того, что ему не понравилось. Чтобы посмотреть на мир другими глазами, надо смотреть на другое. Ты кроме лего ничего не видишь и не замечаешь. Можно было посмотреть здесь, потом поиграть в конструктор дома. А сейчас отдохнуть. И чтобы были все довольны. И ты в том числе. А ты зашторился, закрылся и играешь. Хорошо, пойдем сейчас посмотрим на животных. Пойдем. Так надо сделать и так сделаем. Пап, ты видел кинем? Давайте вместе сфоткаемся. Да? Обнимай Витю. Перестарт. Веселее как-то, а? Пацаны. Арчи, ты тоже веселее. Андрей, мне кажется, немножко боится за Аристарха в том плане, что я буду ему говорить такие вещи. Мне в дальнейшем будет тяжело перестраиваться. Это больше мой характер, потому что все-таки я и баба, и мужик. Мне надо больше времени увидеть, как она будет себя вести с Витей. И как она ему уделяет внимание для понимания, сможем ли мы стать семьей. День финала, он самый важный. Я очень плохо спала этой ночью, я очень-очень много думала. Я очень волнуюсь, каким будет его ответ. Я сейчас переживаю, потому что это ответственный шаг. Потому что от этого зависит и моя судьба, и судьба моего ребенка. Я очень долго думал, что я ей хочу сказать. Чем ближе, тем сложнее, тем больше переживаем. День финала, я очень-очень много, чем я. Привет. Привет. Ты, как всегда, прекрасно выглядишь. Спасибо. Ты тоже хорошо выглядишь. Спасибо. У меня всё перепуталось. Я от переживаний. Сейчас я соберусь. Столько всего хотел тебе сказать, столько всего об этом думал. За это время, что мы были с тобой, уже настолько к тебе привык, что за день без тебя мне уже как-то не хватало даже. Хотел тебя поблагодарить вообще за то, что ты нашла общий язык с Кириллом, за то, что ты к нему как-то с нежностью относилась. Хотел извиниться за джакузи. Вообще за то, что было не так. У нас очень много было всего хорошего, много было всего того, чего должно быть там в отношениях. когда люди начинают строить. Мне в тебе нравится, что ты умеешь хранить домашний очаг, уют, чтобы дома всегда было чисто и тепло и хорошо. Тебе казалось, что я не замечаю то, что ты там с утра делаешь завтрак. И для меня это мелочь. Для меня это не мелочь. Для меня это важно. В тебе очень много хороших качеств. Но ты очень часто все рассказываешь родителям. И у тебя уже такой возраст, когда уже пора становиться взрослым и принимать как-то свои решения самой. и не зависеть от их мнения. Потому что какие бы ни были эти отношения, в любом случае, если они будут зависеть не от тебя, а от твоих родителей, то ты никогда не сможешь построить ни отношения, ни семью. Ну, я как-то не увидел в тебе желания строить. Мне показалось, что тебе это совершенно не нужно, и ты не хочешь, может быть, просто не умеешь. Я бы хотел сказать тебе... Я хочу продолжать проявлять к тебе внимание. И хочу о тебе заботиться. И продолжать строить отношения. Знаешь, Леш, мы за эти дни, за этот короткий промежуток времени мы прожили целую маленькую жизнь, в которой было очень много и хороших, и не очень моментов. Понимаю, что ты пытался удивить меня, ты хотел как лучший. Ты такой человек сам по себе, как бы человек-праздник. И мне не стоило тоже вот обижаться на это, но я не сразу, не сразу могла это понять. Ты как никто другой поддерживаешь меня и веришь в меня и в мое творчество. Ты сделал мне просто подарок, которого я вообще ни от кого не ожидала. У меня моментами было впечатление, что ты пытаешься меня купить, наверное. Что я как игрушка для тебя. И моменты вот. Я смущала, когда Лера пришла. Хотелось больше увидеть тебя мужественного, чтобы ты меня защитил. Мне тоже очень была нужна твоя защита на показе, опять же, с твоей бывшей девушкой. Эти моменты... Оставили некие осады. Не все, наверное, в жизни не бывает гладко. Я... Я не чувствую, что мы сможем создать что-то вместе. Я... Я говорю тебе нет. Прости. Прости. Я надеюсь, что мы сможем остаться хорошими друзьями. И когда я буду в Одессе, я бы хотела с вами видеться. Видеться с Кириллом. Я думаю, что мы сможем общаться. Это было бы здорово. Чувствую себя виноватой, потому что мне кажется, что я вот задела чувство человека, и я не могу ответить ему тем же, и делаю этим больно. Я поняла, что лучше говорить все сразу и напрямую, как ты чувствуешь. Мне, наверное, проект в этом помог. Потому что если оно накапливается внутри, то потом становится еще хуже. То, что она сказала нет, это не значит, что жизнь заканчивается, и все хорошо. Я думаю, что она не поняла меня вообще, как человека. После того, как заполнить анкету, не ошарахайте вообще, это была шутка. Детей двоих не готов. Мне ничего не нравится и все. Может, тебе надо еще присмотреться к нему? К нему тьвокой. Может, все кардинально поменяться. За один разговор даже. Марина. Марина. Это мои друзья. Это был первый раз, когда Саша привел девушку. Как тебе, подруга? Ну, ты выбирал, ты смотрел, выбирал. Это как это не выбирал? Сколько ты ее знаешь? Да пару недель. Я не понимаю, что происходит, что будет происходить дальше. Сегодня мы уезжаем с Богданом в сетодоме. Будет у нас день для раздумий. Счастливо. Зустрянемся. Тато ждет меня до мамы. Я бы очень хотела, чтобы тата с мамой помирились. Нужно попробовать. Налагодить какие-то отношения. Привет. Посадить мне можно? Да. Хотел, чтобы ей очень понравилось, потому что у нее праздник сегодня. С праздником тебя. Он еще раз показал, что вот ты для меня кукла.